Здравствуйте, моя семья, моя интернет-семья, все, кто только что ко мне присоединился, всем-всем здравствуйте. Чем я сейчас буду заниматься? Я буду делать масочку из глины. Эта маска будет проходить у меня курсом в 10 дней. Я знаю, что косметологи сейчас многие мне скажут, что из глины надо только 2 дня в неделю. Это профилактика, это профилактика. Я не в том возрасте, чтобы делать такую легкую профилактику. Дорогие мои, мне же уже 21 плюс, ну, в кавычках, вы знаете. Вот эту глину я собираю сама. Где я ее беру? Я ее, так сказать, добываю с недр моря, морских недр, прямо из моря, прямо захожу в море, знаю это место, беру и вуаля. Есть желтая, черная и белая глина, а есть еще остров Джералгач, там голубая у нас глина. Также есть такое местечко, которое мы проезжаем всегда. Просто я в таком месте живу, это благодатнейший край, самый юг у нас тут. Есть все абсолютно, йодовые озера, озера с глиной. И у нас даже есть такой профилакторий-санаторий в Голой пристани. И там грязь, грязевые вот эти вот озера. Люди приезжают со всех стран, не то что там с концов Украины, нет. Со всех стран мира. Потому что там эффективное лечение, особенно по-женски. Там не просто профилактика, а там лечение. Это вот я вам местечко сказала. А туда я лазю, я знаю, меня там пропускают. Я на велике раз-раз-раз и за глиной. А это белая глина. Недалеко от моего дома. Ну вот где я строительством занимаюсь. Вы можете видеть мои видео. Там, когда ко мне приезжают гости, обязательно, обязательно, это одно из моих таких, такой фишки. Мы идем, каждый берет свою баночку. Вот я люблю вот такую вот свою. Видите, она пластиковая. И советую всем именно пластиковую. Не стекло, а пластик вот такой. Набрать, ничего не пропускает. И добавить немножко той морской воды, где находится эта глина. Все. И будет у вас все лето, всю зиму прекрасная добавочка к вашим масочкам. Как я делаю маску? Кстати, люблю очень белую глину. И есть у меня и желтая глина, и зеленоватая на йодовом озере я беру. И вот черную даже вот я добавляю, видите, по капельке такой. Вот я желтенькой сейчас тут добавила. Делаю такую смесь. Но больше уважаю белую глину. Как я делаю? Берем столовую ложку без верха глины. Вот это. Не, я не говорю сейчас про аптеку. Я не говорю сейчас про магазины косметические, где там продают сухую глину. И вы разводите водой из крана, особенно с хлором. И думаете, что вы делаете красоту свою. Нет, нет, нет. Все это ерунда. Все это не работает. Это просто выкачка денег. Я говорю о настоящей глине. С мертвого моря, например. Вот у меня сестричка привозила. Это действительно работает. Вот эта глина, которую вы сами берете, столько, сколько вам нужно. И вы знаете, что это с моря. И там все микро-макроэлементы. Все на месте, закрываете, домой несете. Дальше столовую ложку без верха. Туда добавляем несколько капель масла. Например, 5 капель масла виноградной косточки, оливкового масла. Очень люблю облепихового масла. И эфирные масла. Ну, это уже на ваш вкус и цвет. Я люблю лимонные, апельсиновые, нероли. В общем, добавляйте чайного дерева. Вы свое. Добавляем все это смешиваем. Можно соки. Но это уже зависит от того, что с вашей кожей. Например, когда я делаю подарок, то есть уже готовую маску. Вот это беру сырье. Смешиваю немножко с кремом. Как правило, у меня детский, хорошего качества крем. И этот крем я делаю уже как мне надо. Я добавляю все компоненты, которые мне нужно. Вы видели, у меня целая лаборатория масел. Я смотрю на человека, я уже вижу, то ли ему нужно отбелить лицо, то ли с пигментацией, то ли с угревой сыпью, то ли еще чем-то. Все, это мое хобби. Если я хочу благословить своего родного, близкого. Все, вот так вот я делаю. Добавляю несколько капелек. И обязательно алоэ вера. Это для любого лица кладез. Сок алоэ вера. Обязательно. Пол чайной ложечки. Если надо отбелить, добавляйте еще дополнительно сок калины. Лимона. Работает. Отлично работает. Если и не только лимона отбеливает соки. У меня есть целое видео, как отбелит личико. Но лимон калина и облепиха, это действительно супер соки. Тоже несколько капель туда же. И добавляем еще какие-нибудь масла на ваше усмотрение. Все это перемешиваем и наносим на распаренное, чистое лицо. Распаренное, оно раскрывается. Все. Дальше мы кормим лицо, наше кушает. Так же, как и мы питаемся, лицо должно питаться. Десять дней питания, это маска. Потом я сменяю, делаю другую. Потом я делаю третью. И так у меня лицо всегда питается. Постоянно. Если я не успеваю сделать маску, я беру в конце концов огурчик. Помидорчик. Любой другой сок. Сделаю борщ. Сок капусты выжимаю из чесночницы. И наношу, протираю себе. Обязательно. Если мне некогда, допустим, сделать маску. Но у меня каждый день лицо питается. Глины бывают абсолютно разные. Я люблю белую. Я знаю, что зеленая глина, она обогащена железом, кальцием, титаном, кварцем. Другими минеральными веществами. Отличается противовоспалительным действием и считается идеальной основой для домашних масок. Но мне кажется, зеленый цвет, он все-таки не отбеливает кожу. Красная. Ну, красная она содержит железо и магний. Вот что делает красноватый. Полезная для чувствительной кожи. От шелушения помогает. От покраснения. Увидает, если сильно кожа. Она просто оживает, когда вы наносите красную кожу глину. Есть также желтоватая, вот с йодового озера у нас. Там микро-макроэлементов полно. Есть голубая глина на джиралгач. Изумительно. Но, а я люблю белая. Белая, она состоит из каолина. 100% белая глина хорошая, которую, еще раз говорю, вы сами взяли с моря. То, что в аптеках, магазинах, все. Вообще я не об этом. Вот вообще не об этом. Это ничто. И вот этот вот каолин, он подтягивает, омолаживает, очищает. Он улучшает циркуляцию крови и лимфы. А благодаря повышенному содержанию магния, дает и легкий отбеливающий эффект. Хотите усилить отбеливающий эффект? А я люблю отбеливать кожу. Значит, мы добавляем, опять-таки вам говорю, лимон. Ну, цитрусовые цитрусы вообще отличные. И лайм, сок лайма, сок лимона, калины. Прекрасно. Что у нас еще отбеливает хорошо? Облепиха. Изумительно. Просто изумительно. Вообще, считаю, белая глина – это кладезь минералов и солей. В ней же, кроме того, что каолин, то, что я вам сказала, там есть магний, цинк, кремний, кальций, марганец и даже азот. Вы скажете, азот нельзя? Вот тот азот, который там, можно. И вот все эти составляющие, они способны, именно они глубоко проникать в клетки и обеспечивать нужный уход. А я буду периодически отключать камеры, потому что я с вами в удовольствие сейчас общаюсь. А не просто так делаю видео, вот вам контент. Нет. Я общаюсь со своей семьей и со своей интернет-семьей. Поэтому делаю паузу. Сейчас я выпью. Кофеёк. Так, есть. Вы знаете, частички, которые входят в состав каолина, они не растворяются, они вытягивают. Вытягивают из пор всю грязь. Вот это их задача. Почему я и люблю. Поэтому первое-наперво, это очищает поры. Очень важно это для людей, у кого расширенные поры. Белая глина – это отличный антисептик. Потому что в белой глине есть, как я уже перечислила, марганец. Марганец, он борется с загрязнениями, с, скажем так, возбудителями воспалений. Он их просто уничтожает. И даже гнойных воспалений. А ещё белая глина, она подсушивает. Подсушивает кожу. И за счёт этого кожа, у кого сильно жирная, она становится нормальной. А вы скажете, а что делать, если сухая? Ну, я вам сказала. Тогда вам нужно добавить немножко больше оливкового масла. Например, на столовую ложку такой глины я добавляю 3-4 капельки оливкового масла. Вы добавьте 6-7, у кого сильно сухая кожа. Точно так же масло виноградных косточек. Добавьте больше и всё. Почему сало избыточное, это плохо для кожи? Потому что появляются чёрные точки, воспаления, жировики. Жировики не только от этого, они ещё от того, что внутри нарушен обмен веществ. Тоже бывает, но бывает от того, что избыток жира. Вот с этим хорошо справляется вот эта маска. Но, когда вы накладываете маску на лицо, то она имеет эффект лифтинг. Она стягивает. И как только она начинает стягивать, вы чувствуете, не ждите, пока она сильно. Нет. Нет, увлажняйте. Всё время увлажняйте. Ни в коем случае, ещё раз, водой из-под крана я не умываюсь. Я привожу воду. Можете минеральной водичкой умываться, но не из-под крана. То же самое касается волос. У меня волосы быстро растут, потому что я делаю маски. Я никогда не мою волосы водой из-под крана. У меня специально озёрная водичка, которую я привожу один раз в неделю. Я езжу за специально. За молоком в большом количестве, потому что я делаю кефир и брынзу, сыр, творог. За водой. Как питьевой, так и для лица и волос. Ванну, конечно, я ванну принимаю для кожи, но не из той воды, что привожу. То, что привожу, это маленькое качество именно для лица волос. А для ванны, когда принимаем ванну, то обыкновенная вода. Но если именно ванну, а не душ, например, душ, тут ты уже ничего не сделаешь. Абсолютно ничего. Единственное, что ты потом нейтрализуешь себя. Раствор я делаю и обливаюсь содовой. Сода и морская соль. Горячей ванне развожу, жду пока слегка остынет или развожу с холодной водичкой. И на себя в конце, после купания. Всё. А вот когда принимаю ванну, туда также добавляю соду, морскую соль. Это нейтрализует яды. Конечно, не хлор, но с хлором. Ну вот что ты сделаешь, что мы можем сделать, если я всё время об этом говорю, что все страны уже отказались от хлора. Хлор – это источник наших болезней. Это рак кожи, это множество раков. Ведь молодые мамы, они не понимают, что такое кожа. Кожа через кожу питается много что. Капилляров сколько здесь у нас. И они маленьких деток опускают в хлорную воду из-под крана. И это всё. Я сама молодая была. Я сама не знала этого. Малышей вообще нельзя. Им лучше привозить привозную воду. Или нейтрализовать с помощью слегка соды, немножко сольки. Нейтрализовать, заваривать череду хорошее средство. Календул. Вот всё вместе делать вот такие отварчики, вливать. И только после этого. Вот как-то нужно. Замечательно, у кого есть помпа, у кого собственный дом. И они могут себе, конечно, позволить такую роскошь, нормальную воду. И особенно, кто живёт в экологически чистых районах. Ну, а люди, которые живут в квартире, у кого водопроводная вода, это катастрофа. Это катастрофа. С ними делают, что хотят. Особенно те, кто ещё и пьёт воду из крана. Это всё. Аптеки ликуют и радуются. Итак, вы поняли, что подсушивают кожу. Возвращаемся к нашей тени. Ладно, делаю ещё один глоток. Не выключаем. А ещё отбеливает и освежает. Если ваша кожа имеет такой тусклый, желтоватый оттенок, или на нём появились, не дай Господь, пигментные пятна, то вот белая глина – это самый лучший помощник. Что я делаю? Я беру белую глину. Добавляю 3-4 капельки на столовую ложку белой глины. 3-4 капельки лимонного сока, сока калины. И облепихи. У меня всегда есть заморозки эта вещь. И тщательно вымешиваю. Естественно, 2-3 капельки оливкового масла, пшеничных зародышей, облепихового масла, всё, что хорошо отбеливает. Пару капель эфирного масла апельсина или лимона, и нероли люблю, и чайного дерева. Одно-две капельки. Замечательная маска готова. А если вдруг у вас проблемы, то ещё и алоэ вера сок. Чуть-чуть, буквально 5-6 капель. Всё, маска готова. Распарили, наложили. Супер! Но это 10 дней я делаю. Я ж не делаю маски 2 раза в неделю. 10 дней по 20 минут. Вечером. И вот такая маска с лимоном, с чайным деревом, вот совсем с этим, с облепиховым, вот это из калины, вот она отбелит. Отбелит отлично. За 10 дней увидите результат. Теперь не ведитесь никогда на крем отбеливающий, который продают, и даже на люкс. Недавно американские врачи, косметологи, доказали. Сразу такое ПС. Я подписана на платные сайты, которые мне скинула моя доктор, с кем я работала. И я вам хочу сказать. Американка я имею в виду. Я с американцами работала, и вот с врачами. Она мне скинула. Добавлена краска. В люкс крема. Я не буду говорить какой, потому что мне скажут, антирекламу устраивайте, всё. В люкс крема добавляется краска. Зачем это делается? Чтобы люди увидели как бы на третий-четвёртый день эффект. Что они стали светлее. Ух ты! Химическая страшная краска добавляется. Когда проходит эффект, ну она же со временем смывается, это как загар. Знаете, крем-загар. Вот та же самая история. Люксовые крема сейчас занялись вот этой вот тематикой. Они стали добавлять краску, как эффект загара. Вы накрасили себя, да? А оно потом смывается всё равно. Вот точно так же, такое как бы в кавычках отбеливание. Люди бешеные деньги платят. Идут в магазины и покупают себе люкс вот этих крема для того, чтобы месяц посмотреть на себя и подумать, какая я красивая. А на самом деле, что они делают? Они красят себя химически, уничтожают напрочь себя. А просто лень. А просто лень взять и сделать натуральную питательную маску, натуральную, которая просто будет творить чудеса с вашим лицом. Косметологи, я знаю, они мне скажут два раза в неделю, это профилактика. Девочки, это ничто. Кормить лицо надо каждый день. Не слушайте два раза в неделю. Слушайте, каждый день надо кормить. Десять дней одна маска. Потому что на четвёртый день только начинает она питаться и понимать, что ага, вот витамин С пошёл, капельку, которую вы капнули, лимончика. Ага, вот капелька от облепихи. Пошли несколько витаминов. Вот каротин уже проник от морковки, например, и вот это питание по 10 дней. Потом без остановки, потом другое, третье, четвёртое, всё. И белая глина, она делает вашу кожу подтянутой, упругой. Но если стягивает лифтинг эффект бешеный, опять-таки, что мы делаем? Увлажняем. Следующее. Белая глина, она подтягивает вас микроэлементами своими. Я перечислила, здесь огромное количество микроэлементов. И вот питает каждую клеточку. Поэтому укрепляет, улучшает капиллярное кровообращение и насыщает кровь кислородом. Применяйте белую глину, и она заметно омолаживается. Особенно, если вы туда, например, следующий момент, делаете масочку другую, берёте столовую ложку, опять-таки, глины без верха, добавляете немножечко, пол чайной ложки мёда, хорошего, домашнего мёда. Да, да, именно мёда. И туда добавляете пару капель алоэ вера. Вот это изумительная смесь будет. Одну чайную ложку вашего крема, домашнего, который вы сделали. Замесили вот эта маска номер два, которая очень хорошо омолаживает вашу кожу. Она становится у вас фарфоровая после такой масочки. Фарфоровая, но опять-таки, 10 дней. 10 дней одну маску, 10 дней другую, 10 дней третью. Вот так, как вы кушаете. Сегодня вы это кушаете, завтра то, послезавтра третье, четвёртое, пятое, десять курсами, и вы здоровый человек. Если вы выпьете два раза в неделю сок, вы не оздоровитесь. Если вы будете делать сокотерапию, как мы делаем имбиротерапию, а имбиротерапия – это пробиотические соки, чтобы вы знали. Вот в этой вот ложечке столовой имбиротерапии нашей это пробиотические соки. Понятное дело. Им цены нет. И это мы делаем каждый день. Кто-то добавляет в тёплый чай, кто-то в тёплую водичку, кто-то просто хоп и может так выпить. Тем самым убивает все бактерии. И это правильно, и правильно делает. Кто как. Кто-то в салатик добавит. Вот точно так же и вот эти маски. Не два раза в неделю мы сок пьем, а каждый день. Итак, насыщаем каждую клеточку полезными микроэлементами. Очень важно знать, вокруг глаз не надо. Не надо, потому что стягивать эти места категорически нельзя. Вот так, вот эту вот зону, всю вот эту, можно даже шею и декольте. Вот, всё. Потом смываем хорошо тёплой водичкой, просто кремиком намазались, и замечательно, и спать в постельку. Всё, только на чистую распаренную кожу, только так и никак иначе. Можно даже добавлять в эти масочки несколько капелек козьего молока. Замечательно козье молоко для лица. Это просто прелесть. Будьте здоровы, благословенны, красивы, потому что красота – это одно из главных заданий для женщины. Пока-пока.